Всем привет, с вами Фанатик, это игра Kings Bounty Перегрёстки Миров, я продолжаю прохождение этой замечательной игры, продолжаю собственно я здесь ползать по каналу на подлодке, вот здесь вот стояла терния, которую я сейчас уничтожил и навигационную карту она охраняла, открыла мне остров Шатерра, сейчас только что поднял я её, я так смотрю по ландшафту, это скорее всего демонический остров, не факт конечно, но что-то мне подсказывает, что раз там везде лава, значит там живут демоны, так я здесь в принципе на канале всех зачистил, осталось лишь только сходить в бездну, посмотреть что там, вот этот вот гном, великан охотник согласился мне открыть доступ к бездне, соответственно сейчас буду спускаться и смотреть что там происходит. Уже вижу смертоносный отряд, некроманты, черные рыцари, привидения и злобоглазые, которые, блин, с гипнозом, ну, надо биться, потому что обойти здесь не получится, если даже и получится, это лишние заморочи, проще ухрен на себе. 20 инквизиторов за раз сломал, ну, да, там их 152, 152 некроманта, обалдеть, это жёстко, и рыцари 176, это ещё более жёстко. Ну, вот этих, конечно, тоже много злобоглазов, меня больше волнует вот этот контроль разума, это опасная тема на самом-то деле. Что ж мне здесь делать? Вот этого много инициативы, стрелков тут тоже хватает, наверное, всё-таки стоит масляное облако здесь повесить. Как-нибудь я даже не знаю, как мне так вот так вот повешу, чтобы всех этим масляным облаком заблокировать. И теперь, чем мне нужно? Призыв дракона хаоса, соответственно, сюда же вот этих выжигать поганцев, которые дальники. Мне вот интересно, куда сорвутся привидения? Кстати, это обычные привидения, ну, хорошо, хотя бы не мощные привидения, проплятые которые. Так, теперь мне нужно что? Немножко подойти вперёд, сделать боевой транс, подождать. Здесь, блин, не самая удобная позиция, я, конечно, мог бы вот здесь их поджечь троих. Так, меня больше беспокоят вот эти вот, если я отсюда свалю, то они начнут тут вытворять всякое разное. Ну ладно, вот этих буду сжечь тогда. Тоже офигенный появился скилл, пламя бездны, без сдачи. Мне очень даже нравится такая тема. Так, о, достаю. Отсюда я достаю. Святая вода 6, 10, 34, 57. Неплохо, кстати. Очень даже неплохо. Шаровой молнии мне не хватает и ярости. Отравить их... Может быть. А давай. Сначала отравлю. Пока они толпой стоят. Будет снижена у них атака, как минимум, от яда. Они, конечно, почти дохнут. По крайней мере, вот эти чёрные рыцари точно не будут практически умирать от яда. У них сопротивляемость аж 50%. Этому явлению здесь, естественно, я... А, кстати. У меня появилась шаровая молния. А давай-ка. Мне нужно вот этих, вот этих погрызть. Вот этих, вот этих... Всех здесь надо погрызть шаровой молнией. Правда, это откат 2 хода дракончика. И маны мне теперь не заполучить. Но на один ход мне маны пока хватит. Я буду пока что на... Ох ты, 80 штук. Сразу с ходу. О, ещё и оглушил. Красота. 2 хода буду пока что пользоваться дешёвыми заклинаниями. И вот это вот сильно беспокоит, что он сломал сразу двоих. Ещё и проклятие. А, нет, достаю, ты смотри. Но я вообще планировал на архи-мага благо повесить. Так. Эти сундуки растащили. Чё этот будет делать? Ха-ха-ха-ха-ха. Второй чё, такую же фигню будет делать? Серьёзно? По 20 уронов. Чё, прикалываетесь? Самый слабый что будет делать? А, самый слабый атакует. Ни хрена себе. Он достаточно сильный. Их 26. Он практически убил алхимика. Но у них, правда, не так много здоровья. Терния 170. Ни фига себе. 170. У этого всего лишь 180. 46 защита. У химиков даже защиты больше. Интересно получается. Да ладно. В любом случае я призываю Тернию. Потому что вот эти вот что-то нехорошее задумали. О, побежал, 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 побежал. Ты смотри на него. Мне сейчас нужно расправиться с вот этими злобными глазами. Чтобы они своим гипнозом какую-нибудь фигню не вытворили. Ой, хорошо. Ой, вообще отлично. Некромант, да ты просто красавчик. Чё ж ты делаешь? Чётко. Просто чётко он мутит тему. Теперь выжигаю его. Раз. Выжигаю его. Два. И драконом хаоса ещё разок подпаливаю. Оп. 21. Критический. По обоим причём критический. Очень хорошо. Мне нравится. Этот ходит на две клетки всего лишь. Здесь я могу, наверное, вот так вот сделать. Пока что привидений просветить прожектором. Кернию я подведу куда-нибудь сюда и, пожалуй, подожду. Так. Ты под благом и под боевым трансом. 100% шанс к этапу. К сожалению, больше 100% не делается. Жаль. Вот этих вот. Оп. Ещё 17 штук. Ну всё. Можно сказать, я от них практически избавился. Теперь ты. Мне нужно вот этих ещё потрепать. Они даже не горят. Поэтому надо их поджечь. Давай. 12 убил. И поджёг. У него теперь яд. Поджёг. У этих обоих тоже поджёг. У этого яд. Пока что всё очень даже неплохо получается. Давай. Призыв ещё одного дрона. В этот раз ремонтный. Так. Хорошо. Значит, теперь и чем. Терния бага. И две атаки я смогу произвести уже под усилением. По 6 атаки у каждой тернии. Ой-ой-ой-ой. Что ж ты делаешь-то? Что ж ты, зараза, делаешь? Решили, короче, всех покоцать, да? Блин. Тут надо делать возврат времени. Иначе я восстановить, к сожалению, не смогу. По-другому никак. Ну, тут с прямой давай атакую. Что за дебаф висит? Этих очень много сейчас. Кого-нибудь как жахнут. Нет. Дракона хаоса. Ха-ха-ха. А это хорошо. А, тут проклятие. Понятно. Здесь под усилением. Не понял. А почему второго бага нет? Которая против нежити. Странно. Святой гнев должен бустить атаку против нежити. Ладно. Итак, 65 атаки получается. Растений души он не поглощает. И шаровая молния. Последний раз. Ать, 28 рыцарей погубила. Прекрасно. Теперь я смогу призвать маны. Это же прекрасная тема. Давай. Значит, маны вот этих выжечь обоих. Потом огненная стрела и возврат времени. Такой у меня план. По крайней мере. Опа. Хорошо получилось. Жаль, не критическая атака. Но и так сойдет. Так, вот этих надо поджарить немножко. Так, и теперь чем возврат во времени на тернии. С остальными я решу как-нибудь по-другому этот вопрос. Здесь. Вот этих надо добивать, которые заблокируем. Вот у меня всех стрелковых отрядов. Ну, 27. Бить смысла нет. Рыцарей, наверное, нужно фигачить. Давай. Пока еще благо висит. Капец, он жесткий. Капец, он жесткий-то. Капец, он жесткий-то. Кого бы мне шибануть? Либо не шибануть. Либо повесить щит. Наверное, я на тернию щит повешу, чтобы ее так сильно не пробивали. Скляночка против нежити. 27, 34, 57. Давай-ка вот этого призрака. 5, 55. Неплохо. Совсем неплохо. И вторая скляночка, которая... С огненной жидкостью. Давай вот эту вот. Опа. Вот, уже не 170, а всего лишь полтинник под щитом. Совсем другой разговор. Так, здесь перезарядка произошла. Соответственно, давай благо на архимага я повешу. Здесь ремонт. Еще, наверное, все-таки рановато. Давайте их попробую добить. Не получилось. Жаль. Э-э-э-э-э-э-э. Ты ж... Ты ж зараза, что ты делаешь? Как им мои тернии не нравятся? Просто жуть. под гипноз они уже никого взять не смогут ой убил убил поганец ну ладно не проблема здесь вот этих вот этих лучше давай-ка вот этих злобных глазиков по коцаю этот сам убился теперь надо со вторым призраком что-то решать вот зараза два раза причем ходит запретил ну принципе призывы у меня уже есть граната в откате а ремонт единственная не смогу делать то и пофиг принципе пока у него еще такой гадости зарядов больше нет так ты тогда не опасен ты тогда не опасен для меня мне нужно в таком случае выжигать вот этих засранцев я сейчас маны себе густану и надо наверное призвать меня феникса я очень думаю феникса куда-нибудь вот сюда буду воскрешать архимагов с помощью этого феникса слезы у него появились когда он стал взрослым и какой он древний вот не взрослый это вторая форма взрослый и сколько мне убили троих архимагов убили но это не такая большая проблема получай полтинничек призраков хорош здесь значит меняю позицию и подтягиваю вот этих засранцев тут магический щит на мне висит давай-ка злобных глазиков сначала грохну остались только слабачки там здесь я отойду немножечко назад сделаю боевой транс и добью призраков все отлично справился этих ядом наверное не стоит давай лучше кляночку святой воды создам ты деф пока что этим разберусь рано или поздно теперь фениксом надо будет воскрешение мутить пока что буду атаковать вот сюда тоже надо воскрешение произвести тут вот этих вот надо потрепать еще мальца то не могут например тернию добить запросто это пойдет со целой 30 куманы тратить в сам сам в маслянистое облако зашел что за тип я в шоке и на улице ли жесткие конечно рыцари даже очень жесткие здесь воскрешение здесь воскрешение еще убили по моему вот этого товарища но я смогу с помощью инквизиторов вернуть их этот будет делать толпу фигачит дядька давай ты такой фигней заниматься не будешь сундуки потихоньку начну собирать только мне маны на воскрешение не хватит я прокачал теперь она стоит целую 30 куманы здесь просвет опа пусть это еще пока что работает это тут противные убить его со своими массухами и проклятиями здесь я отойду пожалуй немножечко назад сделаю еще огненную фляжку вот этим подойду немножечко вперед и буду атаковать рыцаря им нужно разобраться воскрешение десятерых нет мне нужно тут вернуть вот это вода вот зараза он все таки ее грохнул обязательно надо было мне проблем доставить ну хорошо давай тогда сейчас возврат во времени проведу первую очередь на тернию не хочу никого терять тернии тем более здесь нанимать негде и давай блокируем рыцаря окружили теперь он никуда не денется если даже и захочет а вот с этой стороны у него еще проход этих убью блин давай вот так а вот этим наверное я все таки потрепаю вот этих вот засранцев пик пятерых нормально меня устраивает тернии добивают рыцаря мне нужно еще вернуть вот тех жизни здесь на тернии наверное повешу щит вот этот вот который будет защищать здесь защита 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 ты что делаешь блин на церковь зараза ты блин на хрена он в упор то атаковал 13 инквизиторов потерял я ну бывает магический кристалл хорошо пригодится мне уже денег блин больше ляма а чешуеть Деньги, 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 деньги Кристаллы, кристаллы Порывшись в истлевших останках Вы не обнаружили ничего, кроме горстки пыли Жаль Очень сильный Архидемон, палач, имптиман, цербер Блин, а у меня потери У меня потери Ну, придется как-то с ним сражаться Потому что дальше я не пройду Тут же проход, да, я так понимаю Где это дно и есть, бездна Хоть получится его здесь обмануть Эй, где ман, ты куда? Пока у меня мана восполняется Или проскочить, нет, проскочить Что-то тут очень узко Очень узко Не получается Обмануть и проскочить Придется биться, походу Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, ну давай Ты че? Все-таки прошел я Ну, на обратном пути точно придется сражаться Вот тут че-то есть Ван Сил фигня Тут кристалл магии Еще яйца змей Плащ дракона Это который по заданию Меня просил притащить этот гном Хорошо И он мне даст какую-то живую книгу За этот плащ То есть он просто квестовый Хорошо Сейчас тогда Сражусь с этим Архидемоном Мана у меня восполнилась Давай Будем биться мы с тобой Опа Сечет? Нет Всего лишь троих Их четверо Не так уж и много Палачей Вот зато вместе с песиками И импами Очень даже до хрена Что ж мне с вами тогда Сотворить Импы В фаербомме Будут кидаться Смыслом Масляную штуку На них делать Наверное не имеет А вот яд Повешу я Пожалуй На одного И Призову дракона Хаоса сюда Огнем слабо Наносит По демонам Та урон Сколько у них Сопротивляемость 50% На лавовых аренах Что? Защита увеличена На 50% Да Однако Ладно В любом случае Мне нужна будет Мана Еще Поэтому давай Пожалуй Возьму Маны Сразу же Так Здесь подожду Лавовый Дракон Инфернальный Даже Дракон Получается Не лавовый Ну Жги Хотя бы Сколько Убить Уже Хорошо Против Тернии Он конечно Намного Эффективнее У него Еще и Астральный Урон Помимо Огненного Поэтому Какой-то Урон Наносит Охренеть Его практически Запинали Демонюки Эти Но он Выживает Когда ему Наносят Смертельный Урон Здесь Я могу Скляночкой Вархи Демона Святой Жахнуть Так Тут Огнем Бить Смысла Не имеет Давай Призыв Мог бы Конечно Еще одну Скляночку Кинуть Но Лучше Сделаю Призыв Плачи Куда-то Рванули Ой Как вы Быстро Бегаю Ну Тридцатку Это Не проблема Тридцатка Я быстро Разберусь Теперь Здесь Благо На Архимага Давай Здесь Конечно Призыв Терний Архимаг Боевой Транс И Вот Этого Надо Прибить Гаденыша Остался Последний Так И Что же Мне Здесь Вычудить Вот этих Попробую С этой стороны Наверное Поджечь Здесь Единственное Косяк Пираньи Был Очень Хорошо Помог Они Так Столпились Там Четенько Вот Если Сюда Косяк Пираньи Они Тут Сожрут Многих Но Его Надо Перед Этим Бустануть Иначе У него Слишком Мало Урона Огнем Их Практически Не Проймешь Ядом У меня Единственное Заклинание Есть Нормальное Кстати Что у Меня Здесь Я тут Находил Какие-то Спелы Интересные Так Это Лечит Зов Некроманта Воскрешает Это Я точно Изучаю Поднимает Павшие Существа В виде Нежити А Это Не Воскрешает Это Умерших Поднимает В виде Нежити Понял Мститель Ангел Мана 15 Время действия 4 раунда За каждое Срабатывание Снижается Длительность Это Я понял Примерно Как Мана Ускоритель Или Как Мана Щит Работает Но Не очень Высокий Урон Если Бустануть Чуть Лучше Но Тоже Не очень Мощно Посмотрим Что Здесь У меня Еще Имеется Полезного А я Кстати Вот это Похищение Души Так и Не изучил 10 Маны На первом Уровне Стоит Если Бустануть Будет 20 Маны Но И на 10 Процентов Воинов Из Вытягивает Это Сильно А на Третьем Уровне Я так Понимаю Будет 30 Процентов Это Вообще Очень Мощно Рив Сил Сделать Второй Ход В текущем Раунде Позволяет Позволяет Тоже Хорошая Тема Но Изучить Нужно 20 Маны Да Очень Много Маны Живет Вот Это Слабость И Невидимость Невидимость Хорошая Тема Вот У меня Что Есть Ледяная Змея Давай Ка Изучу Посмотрим За 10 Маны Урон 600 В центре Заморозка 50% Еще И Осколками В принципе Соседних Будет Фигачить Не Самое Мощное Заклинание Но Если Его Улучшить Сколько Будет За 20 Маны 1255 Уже Совсем Не Кисло И Заморозка 70% По Огненным Существам Я думаю Очень Даже Хорошо Будет Бить Но Пока Наверное Не Стоит Оно Того Самое Что Мне Здесь Больше Нравится Это Где Куда Делось Косяк Пираний Давай Ка Я Бустану До Второго Уровня Так Здесь Бы Ещё И Ангел Хранитель На Терни Например Понавешивать Всяких Там Щит От Мага Ангел Хранитель Получение Маны И Грызть Их Грызть Благу В принципе Она Достаточно Сильно Будет Здесь Себя Показывать Я Думаю Блин Двадцать Двадцать Маны Это Пока Мне Непозволительно Здесь За Десятку А Если Массовая То Тоже Двадцать Ну Давай С Яда Для Начну Вот Этого Засранца Отравить И Вторым Заклинанием Наверное Всё-таки Я Сделаю Косяк Пираний Если Они Не Разбредутся Этого Надо Как-то Прибить Нет Я Своего Подожгу Не Хочу Я Этого Давай Вот Здесь Опа А Теперь Применим Косяк Пираний Всё-равно Своего Убью Он По идее Сдохнуть Не должен А если Вот так Тоже Вы Чё Прикалываетесь А если Вот так А вот так Будет Норм Давай Погнали Рыбки Кусаемся Кусь 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 Нормально Вот Это Уже Совсем Неплохо Вернее В бой Архидемона Надо Убить Есть Рассыпался Так У тебя Любимый Враг Кто Был Архидемоны Ну Ладно Архидемонов Уже Нет Соответственно Буду Фигачить Вот Этих Которые Фаерболами Будут Шмалять Они Могут Много Урона Тернием Нанести Ракон Ракон Вы Вы Стоите Фактически Погибли Откат 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 Благо Куда Бо Мне Повесить Благо Здесь Призыв Еще Не Готов Ну Тогда Да Тогда На Королевскую Тернию Нужно Вешать И Расправиться С Палачом И Вот Этими Собачками Как-то Давай Песиков Опа Шестерых 36 Либо Семерых Давай Палачей Лучше Будет Нет Не Лучше Только Тернии Больше Пострадало Хорошо Здесь Давай Маны Мне Больше Нужно Наверное Вот Так Вот Я Нападу С Терниями Практически Покончено Это Плохо Очень Даже Плохо Здесь Боевой Транс Я Впасть Не Могу Даже И Так У Меня 58% Крита Но Урон Не Такой Высокий Мне Это Не Сильно Поможет А вот Щит Щит Кого Только Защитить Непонятно Давай 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 Алхимика Я Повешу Правильно Сделал Ты Смотри 274 274 Запуганный 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 Полностью Здесь Призывают Дроны Это По Любасику Да Они Издеваются Ну Щит Здесь Прям Сильно Помогает Очень Сильно Помогает Растерзали Просто Просто В хлам Растерзали Что я могу Сделать Я могу Конечно Призвать Феникса Либо Сделать Откат На Тернию Тернию Можно В принципе Забыть Про Них Я Так Думаю Уже Все Зеркало Боли Че Тут Четверых 29 Ну Какого То Серьезного Урона Они Конечно Не Нанесли Эти Уже Нет Не Все Еще Фаербол Истратили Этот Истратил Полностью А этот Еще Ни Хрена Ладно Что Ж Мне Такого Сотворить Нехорошего Я Телькинеза Могу На ловушку На какую Нибудь Оттащить Здесь Блин Двое Здесь Тоже Двое Жестких Ребятушек Но Я даже Не знаю Огненным Заклинанием Бить Смысла Нет Меч Призрак Кстати Даже При Улучшении Только Увеличивается Игнорирование Брони И Урон А Количество Маны Нет Давай Тогда Я Мечом Призраком Жахну Например Вот Этих Вот Пятерых И Еще Разочек Пятерых Далее Благо Здесь Пока Еще Висит Здесь Перезарядка Уже Произошла Поэтому Давай Благо На Архимага Я Повешу С Этими Собачками Надо Разобраться Эй Ну да У нее Массовая Атака Ну и Терния Добивай С этим Разобрался Тут Надо Наверное Стать Так Чтобы Вот Этот Пес Не Добрался До Тернии Не Хотелось Бы Вот Этих Двоих Просветить Снизить Им Защиту Шаровую Молнию Давай Я Все Таки Призову Потрепать Вот Этих Надо Собачек Да И Не Только Их Тут Еще Импов Хватает Потери Тут Конечно Будут Без Этого Никак Не Получится Ну Сплаваю Ладно Найму Это Не Такая Большая Проблема Главное Архимагов Не Тереть Потому Что Уже У Мне Лидерство Позволяет Намного Больше Их Нанять А Трофеев Не Факт Что У Меня Много Собралось Так Кого Тут Кстати Откат Произошел Соответственно Тут Еще Яд Висит Эти Практически Сдохли Отравить Наверное Вот этих Нужно Далее Воскрешение Пожалуй Пора Вот на этих Сделать И шибануть Вот этих Палачей Ой Хорошо Шибанул Палачей Очень даже Неплохо Ну Ты Чего Начинаешь Та Архимаг Как тебе Чего Сделал Плохого Скажи Пес Барбос Уж Мне этот Пес Барбос Ладно Давай Грохни Вот этого Там Щит Скоро Кончится Сказать Уже Кончился Но этого Огненная Атака Не самая Лучшая Тема Ну ладно Давай Палача Поджарю Здесь Я могу В принципе Убить Вот этих 14 Импов Только Я Разблокировал Доступ Церберу К Терниям Это Не Очень Здорово Даже Сказал Это Охренеть Как Плохо Тогда Я могу Сделать Призыв Терни Вот Че Круто Вовремя Самое Главное Здесь Она Жрет Просто Блин По Двадцатке По Тридцатке И Щит Еще Что Ли Был Как То Мало Урон Куда Ты Сорвалась Ты Ух Ты Шаровая Мода Щит Еще Висел Поэтому Так Мало Урона Я Понял Попробовать Оттащить Наверное Стоит Вот Этого Собаку Оттуда Чтобы Терни Смогла Атаковать Здесь Возврат Времени Наверное Нужно Архимагами Сотворить Давай Возврат Времени Сожрало Очень Много Здесь Песик Иди Сюда Тут Отойти Немножко Назад Боевой Транс И Вот Этих Псов Надо Уничтожить Благи Конечно В этот раз Не будет Но Зато Я Вернул Она Трындец Защита Надо на них Щит Наверное Поднабросить Терния Давай Плодись Чтобы Королевскую Мне не сожрали Ненароком Вот этот Без сдачи Бьет Давай-ка Я ему Немножко Сокращу Численность Что будет Делать Этот Пес Так Слабо Хорош Здесь Нужно Мне призвать Еще Феникса Сделать Воскрешение Им Сделать Воскрешение Инквизитором Хотя Феникс Мне уже В принципе И без Надобности Просто Обычным Воскрешением Могу Чудить Всякое Разное Здесь Давай Маны Мне Больше Нужно Так Воскрешение Оно Хоть и Сильнее Стало Но Требует На 10 Маны Больше Давай Воскрешение Здесь Пятерых Здесь Шестерых Здесь 25 Давай Вот Этих Дроном Пока Что Буду Грызть Импов Так Архимаги Опа Блин Критический Убил Его Насмерть Беда Давай Святую Скляночку Мне Здесь Атаковать Я не буду Давай Тоже Скляночку Тут Деф Тут Атакую Псину Мне Б Только Получилось Мне Бо Только Получилось По Всем Долбаню Не Хочу Воскресить Максимальное Количество А то Псина Сейчас Во Первых Будет Серьезно Всех Коцать А во Вторых Она Сдохнет Надо Ее Оттащить Максимально Далеко До Сюда Я Принципе Могу Оттарабанить Подаману Я Потом Призову Иди Ка Сюда Песик Песик Иди Ка Сюда Лучше Дрона Грызи Дрон Не Дамажный Ни Разу Че У нее Побег Ой Она Шустра Как Зараза Давайте Ка Я Применю Свиток Где Этот Свиток Замедление На три Раунда Чтобы Оно Никуда Не Убежало Здесь Сделаю Защиту Здесь Сделаю Маны Пачку И мне Нужно Воскрешать Воскрешать Еще раз Воскрешать Всех Клянку Наверное Бросать Не буду Иначе Дрон Еще Справится Ненароком С ней Она И так Отравлена О Ее Совершил Еще Дальше Отойти Мне Это Нравится Ээээ, ты критами-то Прекращай Ты вот это завязывай с критическими атаками Здесь троих, здесь троих Что-то как-то слабо ты воскрешаешь Инквизитор, если честно Завязывай с этим Мне нужно как-то больше Больше воскрешения Еще 25 Ну и теперь, наверное, им надо Делать воскрешение Кого-нибудь Алхимиков я, в принципе, здесь Найму инженеров Стоит, думаю Возродить Давай-ка я отползаю еще дальше А ты беги ко мне Давай ману Что-нибудь я не знаю Сюда Ярости у меня больше нет Увы Дев Этого пса Еще дальше передвинуть Дев Дев Так Четверых, четверых Слабенько Пока что жди Ты, значит, ману Дев 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 Воскрешение Здесь шестерых Здесь эффективность 71% Давай инженеров С эффективностью 71% Буду воскрешать Так Давай еще дальше Отползаю Еще, по сути, я одно воскрешение Могу применить Например, на этого А этот Вот этого Сможет возродить Хороший план Если сейчас Не, ну дрон не должен убить За один ход Этический шестерых Убил Ты пока что жди Хотя Че ждать-то Этический шестерых С эффективность 100% Всех Не воскрешаю Я так понимаю Здесь 5 Тогда давай вот так А он сам себя возродит Дроном нужно убегать Максимально далеко Чтобы собака не самоубилась Вот так вот сделаю Зараза Не критуй только, пожалуйста Вот, отлично Отлично Сработано Здесь еще я, в принципе, даже могу Выкопать клад Забрать его Все возможности Нужно использовать Почему бы и нет Так, давай бегом Забираю я это дело Есть Ты сам себя Возвращаешь Шестерых Все, хорош Теперь собачку надо добивать Ярости мне один фиг не хватит Чтобы еще одну коробку достать Он только При добивании Полностью этого пса Одну тернию потерял Но это не так страшно Практически уровень получен Супер Все, теперь надо возвращаться К этому гному Что мне скажет Какая-то бездна Не очень страшная Я думал тут прям Капец Бездна Меня разорвут на части Злобные твари Знаю Как-то не страшно Оказалось Я чувствую силу бездны с тобой За эти долгие годы Я научился чувствовать Ее Аманацию Ты чувствуешь Как она пронизывает Все вокруг Похоже Твоя миссия была успешна И ты Отыскала артефакт Да Я нашла плащ дракона Но его сила Похоже ушла Это обычная Перевающаяся тряпка Это временно Магия теряет Свою силу в бездне Плащ пролежал там Очень долго Но сила снова вернется К нему Уж я-то знаю Если свойства плаща Окажутся бесполезны Для меня То я его продам Иногда мне попадались Удивительные вещи Приносимые Тварями бездны Как эта древняя книга С живыми картинками Готов поклясться В этой книге Есть картинки Тварей бездны Которых никогда Не было в Тиане Интересно Как смог их нарисовать Художник Книга там На Илоне Создана В те времена Когда бездны не было Получаю книгу Живую Кристалл магии 7 И немножко опыта Спасибо Удачной тебе охоты Уровень получен 340 лидерства И что за книгу Он не дал Живая книга Артефакт Уровень 3 Свитки Портал Демонов На Один Кристалл Можно менять А количество Один Всего лишь Жаль 20% К силе Заклинания Портал Демонов И природный Зов Два Интеллекта Ну Не самая Хорошая Скажем так Книжка Вот тем не менее Неплохая Одевать Одевать Я ее Конечно Не буду Жаль Я думал Тут какой-то Артефакт Будет Получше Если бы Действительно Лучше Плащ Дракона Подошел Здесь Алхимика Давай-ка Заскочу Под Найму Вот этому Дядьке Так Инженеров Это Надо будет Плыть На Остров Даже Не на Остров А на Континент Монтера Вот С этой По-моему Нужно Пообщаться Мне Еще Насчет Мыла Эй Чего Нужно Не видишь Я занята Ты Отрываешь Меня От Важнейших Исследований Способных Перевернуть Все наше Представление О мировоззании И энергиях Меня Прислал Алхимик Гард Хочет Узнать Как он Может Улучшить Качество Своего Мыла Надо Же Какая Забота Из Чего Это Вдруг Ладно Сейчас Я Занимаюсь Разработкой Летающего Устройства Позволяющего Без Ущерба Для Здоровья Спуститься С Большой Высоты Например С вершины Горы Или На Дно Лифтовой Шахты В данный момент Я Остановилась На Идеи Обволакивающей Пластинной Оболочки А Пластичной Наполненной Теплым Воздухом В таком Пузыре Можно Мягко Спуститься С большой Высоты Или Погрузиться Под воду Если Пузыри Гарда Смогут Выдерживать Большое Внешнее Внутреннее Давление То я Смогу Даже Сделать Принципиально Новый Летательный Аппарат Ну Наконец Прочные Мыльные Пузыри Я Так И Передам Гарду Так Что Она Торговать Мне Не Да Жаль И Остается Последний Трактирщик Таранасты Крон Это Где-то На Поверхности Но Там Меня Могут Поджидать Опасности На Поверхности В принципе Как И Здесь Все Подводная Лодка Мне Больше Вряд ли Понадобится Жаль Ее С собой Нельзя Забрать 30 тысяч Пойло Конечно До того Чтобы Здесь Повеселиться А как Мне Вот Это Забрать Тут Наверное Можно Будет Высадиться С корабля Ну Хотя Нет Здесь Я тоже Не Пройду Не Пробегает А Вот Этот Сильный Троль Стоит Вот С этим Ну Придется С ним Биться Что Делать Троллем Одними Единственными Троллями Я думаю Справлюсь Без Особых Проблем Сейчас Сразу же Применю Я Наверное Ловушечки Наихитрейшие Вот Здесь Первая Будет Вот Здесь Наверное Будет Вторая Вызывать Я пока Что Никого Не буду Здесь Подождать Один Сдох Отравился Теперь Надо будет Поставить Здесь Еще Ловушку А вот Этого Либо Телекинезом Подтолкнуть Либо Еще Чем Чем Так Здесь Ядовитую Бутылку Ловите Парни Они Шустро Бегают Очень Даже Шустро Они Бегают Дальник Здесь Благо Здесь Пернию Одной ярости Не хватило Серьезно Ну ладно Фиг бы на него Боевой Транс И вот этот Который Первый Идет Не оглушился Сразу Можно В принципе Его Еще разок Атаковать Здесь Я Наверное Маны Себе Немножко Бустану Бустану Я себе Немножко Маны Ловушечка Вот сюда Ставлю И Фаербольчиком Наверное Надо Все Мне уже Маны Не хватает Тогда Давай Иди сюда А теперь Фаербольчиком Шахну Вот по этим Таем Засранцам Ловите Это даже Загорелся Хорошо Паучи Распишись А че это он Шесть сотен Полечился Приносят роли Жесткие Оп Все Ловушка Здесь Наверное Надо Делать Будет Призыв Че то Они Ну Сильно Прочные Эти парни Ловушки Не помогают Так Так Кто тут Не горит Горит А надо Чтоб Горел Оп Прекрасно Здесь Создаю Еще одного Дрона Дрона Так Опять Дальник Благо Очень мало Терни Призвал В этот раз Давай на Королевскую Лучше Тогда Благо Повешу Так Здесь Наверное Сюда Стану Буду С дальнего Расстояния Атаковать Плюх Терния Тоже Давай Плюх Двух Плюх Двух Еще Одного Ну Теперь Я даже Не знаю Как С ними Бороться Если честно Особенно Вот эти 18 16 19 Как-то Их Очень Много Они Даже Эти Толстые Как Заразы Мне Нужно Действительно Призыв Наверное Сотворить Феникса Сколько У меня Маны На ловушку Еще На одну По сути Мне Хватит Могу Воспользоваться Телекинезом Поставлю Например Вот сюда Ловушку Потом Телекинез Использую 10% Еще Можно Было Конечно Похитить Здесь Почти Двоих 10% Не Очень Это Мощно Хорошо Феникс Мне Нужен Призыв Феникса Вот Сюда Давай Плюс Он Еще Будет Воскрешать Телекинезом Подвинька Его Немножко Сюда Опа Хорошо Минус 2 Супер Здесь Атакую По нижнему Поджигаю Обоих Четверых Победил Хорош Кого Будет Бить Тернию О Статуя Прекрасно Дополнительная Преграда Так Этот Побежал Сейчас Как Жахнет Феникса Это Сейчас Было Больно Так И Последний Да Можно Сказать Практически Последний Тут Вообще Никуда Не Пошел Интересно Получается Ладно Ты Давай Алхимик Фигач Его Ядом Фигач Его Ядом Полностью Здесь Еще Благо Висит Над Эту Тернию Она Конечно Под Оглушением Здесь Перезарядка Поэтому Давай На Архимагов Благо Повешу Так Здесь Вражина Ответит На Удар Давай Я Отползу Этим Дроном На Тебе Здесь Фениксом Нужно Как-то Так Атаковать Вот Так А Это Не Феникс Был Ну Да Ладно То Фигня Вопрос Вот Эти Меня Сейчас Конкретно Беспокоят Инженер Слабо Огнем Его Бьет Видимо Высокая Сопротивляемость Огнем А я Дам Прям Серьезно Либо Просто А тут 10 25 Здесь 13 26 Но Этих Там В два Раза Больше Понятное Дело Что У них Там Атаки Дахе И Минус Один О Это Тоже Ворвался Сюда Так Здесь Боевой Транс Атакую Паганца Минус Два Хорош Эти От огня И от яда Прекрасно Дохнут Главное Что Он Не Добежал Единственное Что Теперь Я Фениксом Не Смогу Обоих Бить О Не Пробил Хорош Я Думал Сейчас Пострадает Вот Этого Практически Отпинали Ну И Ладно В принципе Для того Чтобы Заблокировать Просто Проход О Еще Один Подошел Ну Тогда Прекрасно Вот Этого Я Убиваю Теперь Здесь Две Статуи У Нас Здесь Мне Нужно Маны Маны Пачку Нужно Думаю Верну Инженеров Сейчас Только Перед Этим Чем Нибудь Еще Атакую Чем Нибудь Атакую Например Мечом Призраком Можно Аж Двоих Скосить Опа Неплохо А теперь Воскрешение Применяю Я Здесь Правда Только Трое Я могу По сути Этим Давай Тогда Не буду Я так Делать Давай Тогда Лучше Вот Так Вот Огненная Стрела Ты Жги Их Феникс Жги Жги Их Полностью Ой Статуя Рассыпалась Блин Неожиданно Возродить Здесь Нужно Как-то Вот так Наверное Стать Вот эти Тролли Не прошли Уплодить Новых Я Пожалуй Не буду Так Хватает Здесь Просто Дев Опять Феникс Ходит Снова Я могу Маны Себе Немножечко Заполучить Давай В таком Случае Я Ищу Маны Себе Бустану И потом Начну Сундуки Доставать Так Этот Не отравлен Давай-ка Я его Отравлю Этот Отравлен Еще Этот Тоже Все нормально Жги Тогда Опа Хорош Феникс Очень Хорош Вот этого Нужно Добить Закаменело Чудо Юда Он Решил Добить Дрона Интересно Интересно Их Конечно Там Еще 14 Штук Здесь Нужно Поставить Ловушку В следующий Раз Чтобы Он Туда Ненароком Не Наведался Здесь Каменный Тролль Тролль Атакуй Кляночку Еще Бах Ими силами Либо А нет Не буду Я дроном Туда Хотя Давай Дроном Я Тогда Заблокирую Дев Осталось Их Не так Уж И много Хорошо Теперь Значит Выкапываю Сундуки Каким Их Собирать Вопрос Интересный Я Могу С помощью Телепорта Кого Нибудь Туда Послать Ладно На следующий Ход Сначала Надо Их Еще Немножко Подредактировать Феникс Грохнут Уже Скоро Сколько Он ходит Ой Он ходит Достаточно Быстро Давай Давай Я Сюда Щит Повешу Атаки У него Без Транса И благо Не так Уж Много Вообще Не пробил Ха 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 Куда Ты Собрался Слышь Дядька Тут Это Завязывай Разгулялся Умри С этим Разобрался Теперь Мне нужно Забрать Вот этот Сундук Так Два Магических Кристалла Ну И добиваю Второй Сундук Я не буду Рисковать Брать А то Он мне Кого Нибудь Здесь Еще Грохнет Мне Это Совсем Не Нужно Теперь Вышел С подчинением Мантия Чародей Ужасная Мантия Что Что Ты Так И Обруч Терновника Тоже Скоро Выйдет Из Подчинения Ладно У меня тут Задача Пообщаться С вот Этими Роб Робштайн Так Ювелирная Лавка Это По-моему Не то Торин Вот Вот Этот Заходи Заходи Двери Прикрывай Поплотнее Все Таки Не на Алом Ветре Находимся Здесь Климат Суровый Холодный Проходи К столу Человек Бери Выпивку Нет Ничего Лучше От Холода Чем Кружечка Ароматного Пива Хотя Вру Конечно же Он Может Улучшить Качество Своего Мыла Дело В том Что Мое Особое Темное Пиво Такое Крепкое Что Почти Не Пенится Не То Что Эльфийский Эль Или Людские Сорта Пива А Ведь Каждый Гном Уверен Что Настоящее Пиво Должно Сильно Пениться Я Думаю Эту Ерунду Про Пену Люди И Придумали Чтобы Лучше Продавать Своё Паршивое Пиво Которое Почти Из Одной Пены И Состоит И Как Твое Вкусное Пиво Без Пены Связано С Мылом Мендоля Не Догадалась Ты Посмотри Мое Пиво Отлично Пенится Все Благодаря Мылу Нашего Гениального Химика Пара Кусочков Мыла На Бачку Пива И Получается Замечательная Пена Правда Есть Один Недостаток Это Химии Нужно С его Запахом Что-то Делать Посетители Жалуются На Неестественность Иные И вовсе Чихать Начинают Если Бы Аромат У Мыла Был Натуральный То Цены Б Ему Не Было Купил Бы Сразу Ящик Значит Мыло С Натуральным Ароматом Должно Быть Хорошо Я Передам Это Гарду Все Заказчики Гарда Мендоля Опрошены Можно Возвращаться К Алхимику Интересно А по Прямому Назначению Мыла Среди Гномов Хоть Кто-нибудь Использует Это Да Интересно Очень Что У него За Работенка Есть У меня Есть Для Тебя Работа Не Скрою Опасная Но Тебе Как Раз По Плечу С Драконами Дело Иметь Людям Привычнее Чем Горному Народу И В чем Суть Дело Дело В том Что Повладился Один Красный Дракон На Текрон Летать И Гномов Жрать И Главное Живет Этот Гад Хвостатый Только Тех Гномов Которые Навеселе То Есть Изрядно Под Заправившихся Пивом А Ведь Моя Таверна Единственная На Текроне Смекаешь Съеденным Быть Никто Не Хочет Вот И Обходят Гномы Теперь Стороной Мое Заведение Эта Корзавица Недолго Вот Я И Хочу Чтобы Дракона Этого Не Стало Ты Этого Дракона Легко Узнаешь Он Очень Общительный Говорят Пока Не Поболтает С Гномом Есть Его И Не Станет Так Что Ты Сразу Руби Его Без Разговоров Забавный Гном Хорошо Давай Че Он Тут Продает Продает Он Пользование Дает 20 Яростей Минус 20 Маны Интересно Зачем Мне Это Нужно Совсем Непонятно И тут Какое-то Задание Ювелир Выдает Морали Всем Гномом В армии Добавляет Критический Выстрел Всем Стрелкам Хороший Сет Железный Крест Это Я уже Где-то Видел А тут Тролли Ладно С этим Дядька Я пообщаюсь Попозже Мне Сейчас Нужно Ой Ты откуда Здесь взялся Я не хочу Пока с тобой Общаться Не было же Этого Дракона Взял И появился Ладно Мне нужно Сначала К алхимику Сплавать Алхимик Где же Он был Вот здесь По-моему И сказать Что хотят Клиенты От него Заходи Заходи Опрос Насчет Мыла Успешно Завершен Ну Наконец-то Я пока Тебя Ждал Изобрел Три Новые Химические Реакции И придумал Название Для своего Будущего Идеального Мыла Я назову Его Специальное Эфирно Едкое Формальдегидное Мыло Гарда Мыло Сейфгард Ну Так Что Там Сказали Мои Заказчики Что Они Хотят От Нового Идеального Мыла Вот Что Они Хотят Перечислить Требования Значит Мыло Должно Щипать Глаза Иметь Естественный Запах И Создавать Прочные Пузыри Спасибо Это Все Что Было Нужно Надо Же Как Все Просто Я Добавлю Немного Едких Кислот Чтобы Мыло Сильнее Щипало Глаза Для Строительный Клей Ну А Для Сильного Естественного Запаха Идеально Подойдет Вяленая Селедка Еще Раз Спасибо Тебе За Помощь Удачи Вам С новым Мылом Гард Да Да Я Уже Думаю Начать Поставки Моего Мыла Людям И Эльфам Идеальная Мыла Гарда Прославится На весь Мир Вот Это Вся Ерунда Вот Мой Следующий Проект Станет Настоящим Шоком Для всех Изобретателей Хи-хи-хи Ты Только Послушай Я Хочу Овладеть Искусством Алхимической Трансмутации И научиться Превращать Алмазы В Золото Здорово Придумано Это Разве Выгодное Дело Да Какая Разница Хи-хи Думаю Клиенты Всегда Найдутся Желаю Удачи И Сваливаю Я От Этого Сумасшедшего Алхимика Странно Я Вроде Был Он повысился А Алхимиков Больше Не стало А Видимо Хотя Нет Эта Штука Вроде Бо И не Дает Лидерство Ну и На этом Пока Что Закончим Всем Спасибо За Просмотры Лайки И Комментарии Всего Хорошего И До Новой Встреч Еще Услышимся Пока Пока